Дано несколько магнитофонных лент, намотан красными концами наружу и зелеными внутрь. Есть одна пустая катушка, при каких Н их можно перемотать, чтобы они остались на своих прежних местах зелеными концами наружу. Нужно, наверное, современным школьникам уже объяснять, что такое магнитофонная лента. Вы сказали зелеными концами, а значит, смотрите, у каждой ленты есть конец, которым она зацеплена вот здесь, и есть конец, который торчит сюда. Есть, соответственно, другая катушка, лента идет сюда и дальше сюда цепляется. Идея проста. Крутишь вот эту катушку, лента на нее наматывается, и в результате конец, который здесь был во внешней области, оказывается, наоборот, максимально внутри. А тот, что был внутри, оказывается снаружи, после перемотки. Ребята, вы привыкли, что современные диски, там даже не видно, что вращается, и вращается там что-нибудь, да? Спрашиваешь там такой-то файл, и сразу дается. В старые докомпьютерные времена человек действительно брал физически катушку, вставлял ее в нужное гнездо-минтокон, и, соответственно, действительно перемакал. И, кстати, великий прогресс был, когда догадались сделать эти самые катушки неразборными. Хотя, с одной стороны, прогресс, а с другой стороны, в чем-то и хуже стало, потому что тогда, если такая катушка перекашивалась, то ее уже нельзя было отремонтировать. Так вот, много чего было, нет? В свое время вообще по камню убили. Много чего было. Так вот, магнитофон, кстати, магнитофон, это же было хорошо, потому что на ленту записывалось довольно много. Вы, наверное, не видели уже? Были видеомагнитофоны. Понятно, да? То есть на магнитофонную ленту записывали фильм. Вполне все это было. Вообще, прогресс в электронике, он же абсолютно фантастический, ребята. То, что произошло за несколько последних десятилетий, в смысле удобства хранения информации, это же абсолютная фантастика. Я очень хорошо помню время, когда дискета объемом 360, чего? Гилобайт. Гилобайт считалось большой. А человек, у которого была дискета объемом 1,2 мегабайта, это вообще был какой-то абсолютный богач, да? Вы представляете, что такое по современным размерам 1,2 мегабайта? Что? Одна фотография. Что, что? Что туда влезет? Туда одна фотография влезет. С современной четкостью туда влезет одна фотография. Я прекрасно помню, замечательный физик Александр Рафаилович Зиберман. На этом лектории, который будет сразу после вашего занятия, на лектории, молодой, подаль, прочитал лекцию на тему Могут ли слушать хорошую музыку бедные люди? Понимаете, да? Могут ли бедные люди, ну, бедные, если не миллионеры, слушать музыку в высоком качестве? Если вы спрашиваете ваших бабушек, прабабушек, нужно ли ходить в концертные залы, они вам обязательно скажут, да, 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 конечно, концертная музыка в концертном зале совсем по-другому звучит. И они, кстати, будут абсолютно правы. Почему они абсолютно правы? А потому что в те времена... В чем была лекция Зиберман? Что он объяснял? А он объяснял простую вещь. Значит, чтобы прослушать музыку, ну, узнаем, какое у нас ухо. Вот оно, ухо. Замерим его характеристики. Ухо воспринимает такие-то, такие-то частоты. Замечательно. Значит, вот у нас есть оркестр, вот он выдает такие-то, такие-то ноты. Замечательно. Сколько нужно, так сказать, хранить информации для того, чтобы ее передавать? Очень просто. Считаем, получаем, что нужно такой-то поток информации. У нее получалась определенная величина. Она, кстати, с тех времен совершенно не изменилась, да? А дальше простая вещь. Ну, слушайте. Кто же вам может обеспечить такой канал связи? Такой канал связи можно обеспечить только правительству, да и то на какие-то там секунды. Понятно, да? Значит, если вы не являетесь супер богатым человеком, который может себе заказать выделенный канал связи, там, бешено дорогой, то в таком случае качественную музыку вы не сможете слушать никогда. Да? А есть случаи, у нас очень много каналов связи не будет? Ребята, просто каналы связи за прошедшие 15 лет фантастически изменились. Я сейчас беру файл объемом в несколько гигабайт, нажимаю на кнопочку и опа, он на другом конце земли буквально через несколько секунд. Понимаете? Все. Ну или хорошо, там, если гигабайтный файл, это такой у меня из дома, уходит за минуты. Понимаете? Тогда казалось, что это будет длиться месяцами. На всякий случай, первый выход России в интернет, все знают, какой был? Как наша замечательная страна впервые вышла в интернет? Ребята, дело в том, что вообще-то при Советском Союзе понятно, что выйти в интернет было невозможно. Потому что, ну как же, секретность там, мы должны наши статистические секреты от всего мира защищать, да? Ну там понятно, что через какое-то время при Путине тоже это будет невозможно. Пока возможно. Как пробили выход? По одному телефонному проводу шел весь интернет-трафик, всей России. Даже не по выделенному вот этому оптическому, по одному телефонному проводу. Вы понимаете, какие были тогда в первые вот эти вот месяцы, объемы, да? И вот, это были только текстовые сообщения, разумеется. Причем короткие и так далее, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле прогресс абсолютно фантастический. И люди, которые пытаются сейчас вот обрубить, 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 делать, чтобы наша страна тоже, то есть и была там, вернулась из интернета. Это страшная вещь. Потому что достижение цивилизации, это же огромное. Это то, что во время вашего детства, мое детство прошло без телефона. Не без мобильного телефона, а без обычного телефона. Потому что вот у нашей СМИ его не было. Вот у дедушки был, а вот у нас не было. Потому что тогда были жесткие правила, вот там тем-то можно давать телефон, тем-то нет. Телефонная связь, обычный домашний телефон, это был дефицит. Вот у нас, на большую семью, был вот у дедушки телефон, и все. Вот сейчас у каждого из вас мобильный телефон, и вы совершенно думаете, что это так оно и должно быть.